В эфире программа Крик, криминал комментарий, в студии Иван Беречевский. Здравствуйте, сегодня в программе. Нечестная победа. Чиновника столичной мэрии обвиняют в сговоре с автоперевозчиком. Был ли там коррупционный след? Последняя прогулка. В Сыктывкаре под колесами автобуса погиб пешеход. Как он оказался на проезжей части? Джентльмен по-сыктывкарски. Пьяный пассажир пытался выгородить нетрезвую женщину-водителя. Почему инспекторы ДПС не стали играть в благородство? Сыктывкарский суд на два месяца арестовал Евгения Попова, начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара. Правда, заключение он проведет не в СИЗО, а в домашней обстановке. Высокопоставленного чиновника столичной мэрии сотрудники регионального ОФСБ задержали 20 января. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении конкурсной процедуры пассажирских перевозок. По данным следствия, в октябре 2021 года начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа Сыктывкар, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, путем совершения незаконных действий при отсутствии фактических и законных оснований, создал условия для гарантированной победы индивидуального предпринимателя в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города, чем ограничил конкуренцию других участников конкурса. По некоторым данным, речь идет о муниципальном конкурсе на автобусный маршрут номер 33А от столичного автовокзала до Эжинского района Сыктывкара. Летом прошлого года от него отказался один из крупных перевозчиков Сыктывкар Автотранс. Осенью мэрия объявила новый конкурс, на который заявились два участника – товарищество индивидуальных перевозчиков и индивидуальный предприниматель. Когда последний его выиграл, конкуренты обратились в антимонопольную службу с жалобой на нечестную победу. Оказалось, часть оборудования ИП во вход процедуры не была предоставлена к обязательному осмотру, что должно было повлечь отмену заявки, но этого не произошло. Наш фигурант, он в том числе является членом комиссии, а на осмотр транспортных средств выезжали не вся комиссия, а некоторые члены комиссии. И, соответственно, наш фигурант, он не был на осмотре транспортных средств. Его подчиненный доложил о том, что выявлено нарушение. Фигурант дал указание, чтобы указать в документах, что никаких нарушений нет. Уфас обещал привлечь должностных лиц администрации к ответственности. 18 января городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Задержанный Евгений Попов вину отрицал. По ходатайству следствия суд решил поместить его под домашний арест. Пронимаем во внимание обстоятельства дела, в рамках которого Попов в реальном обвинении данной его личности и занимаемой им должности. Суда имеется основание считать, что есть реальный риск того, что Попов, будучи лично знакомым с освидетельными, не дающими заключающие его показания, часть из которых находится в его причине, находясь на свободе, может оказать на них давление. Может вступить с ними в сговор с целью склонения дачи показаний, заключающих его причастность в совершении преступления. Также опасающий уголовное ответственности может скрыться от органов следствия. Не сам начальник управления, не его адвокат против домашнего ареста не возражали. Такая мера пресечения позволит Евгению Попову отпраздновать свой предстоящий 60-летний юбилей в кругу семьи. Верховный суд Коми смягчил наказание бывшему главе Усыльмского района Алексею Поздееву и его заместителю Ивану Ларикову. В июне прошлого года в Усыльме по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями они получили по два года условно с двухлетним испытательным сроком к каждому. Также их обязали возместить ущерб почти в 4 миллиона рублей. Подсудимые оспорили это решение. Приговор второй инстанции в репортаже Ксении Лосевой. Алексея Поздеева задержали в октябре 2017 года по подозрению в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Весной 2017 муниципальный контракт по строительству важного социального объекта, на который выделили свыше 150 миллионов рублей, стал выбиваться за установленные сроки. По бумагам выходило, что он почти достроен. В реальности после проведенного аудита выяснилось, что он готов всего лишь на две трети. Не закончена внутренняя отделка, не установлены сантехника, водонагреватели, радиаторы и светильники. И что сразу бросалось в глаза – не облагорожена прилегающая территория, а само здание не облицовано фасадными панелями. Гендиректор московской фирмы подрядчика Кирилл Тихонов оправдывался, мол, не рассчитал своих сил удаленность объекта, сложную логистику и рост цен на строительные материалы. Поздеев и его заместители Ван Ларюков, принимавшие от имени заказчика строительные работы, тоже нашли себе оправдание. Позиция у них в принципе была на протяжении следствия одна всегда, что часть работ в принципе они действительно подписывали без фактического выполнения, а делалось это ими как раз с целью освоения бюджетных денежных средств, которые поступали в муниципальный район, чтобы успеть достроить, потому что если не реализуется какой-то объем денежных средств, то в следующем году их просто могут не выделить. Подрядчик уверял, говорил, я дострою, все делается, вот работа уже почти готова, подпишите, пожалуйста, сейчас вот все будет, нам надо закупать еще материал, и все будет хорошо. Несмотря на эти, казалось бы, логичные объяснения, следствие усмотрело в действиях бизнесмена корыстный интерес, поскольку он вывел порядка 8,5 миллионов бюджетных рублей на аффилированные счета через фирмы «Однодневки». Кроме того, не выплатил своим же субподрядчикам за оказание услуги более миллиона рублей. За три эпизода суд назначил Кириллу Тихонову три года и три месяца колонии общего режима. Обязал выплатить штраф в полмиллиона, возместить ущерб государству и обманутым партнерам. На оглашение приговора он не явился и был объявлен в розыск. Обвинение Поздееву и Ларюкову следствие переквалифицировало с хищением на злоупотребление должностными полномочиями. Известно, что недострой они принимали уже не в первый раз. Второй эпизод связан с приемкой работ по муниципальному контракту на ремонт дороги к объекту подъезд к местечку «Высокая гора» и «Малая объездная». По проектной документации, при выполнении ремонтных работ на этих дорогах предполагалось использование щебня определенной марки. Фактически использовался более дешевый материал и в результате местный бюджет потерял на этих махинациях 4 миллиона рублей. Оказалось, дорогу засыпали дешевым щебнем, причем в объеме 8 раз, меньше, чем было указано в смете. С учетом истечения срока давности уголовного преследования Поздеева и Ларюкова освободили от наказания по этому эпизоду. По детскому садику обоим дали по два года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Также их обязали возместить ущерб почти 4 миллиона рублей. Однако с приговором экс-чиновники не согласились. Верховный суд Коми пересмотрел их дело и снизил ущерб при строительстве до 750 тысяч рублей. У сторон остается право на обжалование приговора в кассационном порядке. В Сыктывкаре сотрудники 25-й колонии строгого режима предсекли попытку передачи осужденному сим-карты. 18 января на длительное свидание к самому мужу приехала жительница Ухты. На контрольно-пропускном пункте ее подроспись ознакомили с перечнем запрещенных в исправительном учреждении вещей и предметов. После чего она сдала все имеющиеся у нее запрещенные предметы, в том числе сотовый телефон, на сохранность сотрудников ИК-25, пояснив, что иных запрещенных предметов у нее не имеется. Помимо того, что долгожданная встреча супругов не состоялась, у Хтинки придется оплатить штраф в 5000 рублей. Похожие нарушения зафиксировали еще в двух спецучреждениях. В СИЗО номер 3 в Оркуты под следственному пришло письмо из Архангельской области. При вскрытии конверта сотрудники изолятора обнаружили в нем тысячи рублей. Купиру изъяли, а ее отправительницу за нелегальную пересылку накажут рублем. А в колонии поселения 51 в Йемве пресекли передачу осужденному двух сотовых телефонов. Сотрудники в СИН поймали с поличным 52-летнего мужчину, который недавно освободился из этой же колонии. Сразу две крупные аварии с человеческими жертвами произошли на дорогах Коми. 17 января лобовое столкновение рамного внедорожника и легкового автомобиля на федеральной трассе «Вятка» не оставило шансов водителю седана. Затем, 19 января, при странных обстоятельствах под колеса автобуса попал пешеход. Анна Зубрева подробнее. Вечером 17 января на трассе «Вятка» лоб в лоб столкнулись седан и внедорожник. ДТП произошло в 7 часов вечера в местечке Соколовка. По предварительным данным, аварию спровоцировал 56-летний водитель легковушки, который допустил занос автомобиля. Водитель, 65-го года рождения, управляя автомобилем «Шкода» «Октавия», двигаясь по дороге Чебоксара-Сыктывкар со стороны города Кирова в направлении города Сыктывкара. На 769-м километре данной автодороги выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Митсубиси Паджеро» под управлением гражданина 80-го года рождения. Водитель «Шкоды» погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Второй участник ДТП получил перелом ноги и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. Сыктывкарские полицейские устанавливают обстоятельства еще одной дорожной трагедии, унесшей жизнь 31-летнего пешехода. 19 января в Эжвенском районе столицы под колеса автобуса угодил молодой человек. «Пас, двигаясь по автодороге Сыктывкар-Эжвенский район, со стороны села Зеленец в направлении города Сыктывкар, в районе дома 42-5 по Ухтинскому шоссе, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, мужчина 90-го года рождения, скончался в Эжвенской больнице». Водитель уверяет, пешеход чуть ли не сам бросился ему под колеса. Избежать наезда он просто не мог. По факту гибели человека в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражам порядка предстоит выяснить, почему молодой человек оказался на проезжей части перед автобусом. Не исключено, в момент наезда парень был пьян. Сейчас эту версию, кроме прочих, проверяет следствие. В Эжвенском районе близится к завершению расследования уголовного дела по факту угона снегохода. В декабре к участковому полицейскому деревни Бакур обратился местный житель и сообщил о пропаже Бурана. На место преступления из райцентра выехала следственная оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что противоправное деяние совершил мужчина 1994 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Фигурант, воспользовавшись отсутствием хозяина, путем взлома замка проник в сарай и совершил угон снегохода Буран. Как пояснил местный житель, транспортное средство он использовал в личных целях покататься и съездить по делам. Оказалось, пьяный злоумышленник воспользовался тем, что хозяин снегохода находился в местах лишения свободы. После освобождения, через два месяца он обнаружил пропажу и написал заявление об угоне. За кражу снегохода молодому человеку грозит до пяти лет колонии. Пьяная поездка на машине закончилась для сыктывкарки крупными неприятностями. В ночь, на 9 января, сотрудники ГИБДД остановили ладу, за рулем которой находилась нетрезвая дама. Водитель слезно просил инспекторов о снисхождении, не раз указывал на свой значительный водительский стаж, который, по ее мнению, уберег бы ее от аварии. Однако у полицейских на сей счет было иное мнение. Зачем автохулиганке и ее супругу понадобился автомобиль посреди ночи, знает Антон Булаев. Полночь. На 13-м километре трассы Сыктывкар-Ухта, в местечке Емваль, инспектор примечает серую ладу, которая виляет из стороны в сторону. Водитель паркуется на обочине в 50 метрах от полицейского экипажа. За рулем автомобиля явно нетрезвая дама. Пассажир заднего сидения лады, как настоящий джентльмен, пытается заступиться за спутницу, хотя сам при этом изрядно пьян. Документов на автомобиль и водительского удостоверения у 33-летней женщины при себе нет. Дама уверяет, их она оставила дома, поскольку ездить в нетрезвом виде долго и очень далеко она не планировала. Слезы и нелепые оправдания не помогли автолюбительнице избежать заслуженного наказания. Позже в патрульной машине водитель прошла тест на алкоголь. Результатом свидетельствования установлено состояние опьянения. Она продула 1,450 мг на литр выдыхаемого воздуха, что довольно-таки много для женского организма и в целом. Собственницей машины также оказалась данная девушка, 88-го года рождения. Однако, так как при ней не было никаких документов, предусмотренных правилами на рождение, данное транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. Ночное рандеву под шофе обойдется парочке в кругленькую сумму. Автохулиганке придется оплатить транспортировку и хранение железного коня, а также перечислить государству более 30 тысяч рублей за административные штрафы. Также суд должен лишиться ТВК руководительских прав минимум на полтора года. Программа «Крик. Криминал комментарий» подошла к концу. С вами был Иван Беречевский. Наша программа теперь не только на страничке ВКонтакте на сайте юрган.рф. Теперь нас можно найти и в прямом эфире в видеохостинге Рутуб. До встречи в эфире. Продолжение следует...